Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Ну что, первый скринкаст о коде имел много лайков и комментариев. Просили сделать еще, окей, делаю еще. Итак, предполагается, что в общих чертах вы тут уже ориентируетесь. Если нет, смотрите первый скринкаст, ссылка в описании. Сегодня я хочу рассказать о таблицах в коде и хотя кажется, что эта тема узкая и вспомогательная, на самом деле она основополагающая. Поскольку таблицы – это базы данных и от того, как они упорядочены, зависит все. Вот тудулист, что нужно сделать. Простая таблица из трех столбцов. Ее уже заранее сверстали под эту задачу. Если понять, как верстать таблицы, можно делать в коде все что угодно. Так добавляются строки, то есть новые пункты. Добавили задание, выполнили, поставили галочку. Сейчас, когда мы сделаем такую таблицу сами, вы фактически разберетесь в коде. Итак, добавили новую таблицу и во-первых переименуем первый столбец. Либо на эту галочку, либо правая кнопка мыши. Чтобы все было как там. Переименовали и дальше опять через меню – формат колонки. Здесь много разных форматов для всех случаев жизни, но нас интересует в данном случае чекбокс. Все. Чекбокс появился. Вторая колонка у нас приоритет. Это Select List, то есть выбор из списка. Тут через запятую мы указываем пункты для выбора. Сделаем опять же как там – High, Medium, Low. Можно включить возможность выбора сразу нескольких значений. И тут значение по умолчанию для новых строк. Если не задано, то строки будут пустыми. Ну и все. Выбираем приоритет задачи. Новая строка будет со значением High. Если задание выполнено, ставим галочку. А здесь колонка Task. Просто текст. Ну то есть в принципе мы повторили To-Do List. Если вдруг захотите добавить еще колонку, то вот этот плюсик. Выбираете формат колонки и дальше по аналогии. В разделе People я один, но если вы расшарите документ, то тут может быть много людей, собственно все сотрудники вашей организации. А то, что мы видим, это уже Task Manager. Пока немного примитивный, но посмотрим, что тут есть еще. Запустим новый документ и выберем, например, Task Tracker. Это уже штука посложнее. Тут есть проекты, которые включают в себя несколько заданий. Есть ответственные за задания и стадии работ. Но делается это все так же, как и предыдущие таблицы. То есть очень просто. И вы уже знаете как. С той лишь оговоркой, что тут две таблицы, и они находятся во взаимосвязи. Задав новое имя в Project List, мы автоматически меняем его в Task Tracker. И это уже работа с базами данных. Взаимодействие таблицы. Причем подтягивает он только столбец Project. Как это делается? Давайте я сейчас создам таблицу и также сделаю все по аналогии. Полностью повторю Task Tracker. И теперь для полноты картины создам еще один документ и в нем запущу простую таблицу. Как это делать вы уже знаете. Вернемся в командное задание и здесь в формате колонки выберем пункт Lookup from Table. И выбираем таблицу, из которой будем брать данные. Таблицы надо называть правильно, чтобы не было такой путаницы. Table 1, Table 2 и так далее. Так. Так. Ага. Задачи. Все. Теперь он подтянул значения из таблицы задачи. Сейчас они выглядят как выпадающий список, но если выбрать в выпадающем меню пункт Group и сгруппировать их, а потом в пункте Manage Group выбрать этот пункт, то есть группировать в соответствии с положением в таблице задачи, то они появятся здесь все. Это хвост от первой таблицы. И в столбце Task мы можем задавать сразу несколько заданий, то есть количество пунктов в одном проекте не ограничено. Также можно назначить... Нет, нельзя. Забыл указать формат колонки. А Select List давайте заменим, например, датой. Будем выставлять дедлайны по задачам. А вот. Примерно в таком ключе. Причем, если мы в задачах добавим новый проект, после сноса обычно идет благоустройство, потом опять озеленение и так далее. Так вот, если добавим новый пункт, то он автоматически подтянется в нашу таблицу. Вот такая простая на первый взгляд база данных, но если задуматься, простор-то открывается нешуточный. Чем вам не CRM, если потрудиться и простроить связи? Ах да, связи. Как кода понимает, из какой колонки брать данные? Очень просто. А вот по этому значку. Ну или флажку. Не знаю, как правильно. Вообще, учитывая, что это знак приходящий, это все-таки флажок. Переходящее знамя. Если мы отдадим этот флажок вот этой колонке, то у нас вот здесь будут не названия проектов, а одни сплашные цифры. То есть данные из колонки сумма. Честно говоря, мне, как человеку, обладающему пытливым умом, кажется, что здесь все не очень сложно. Нужно просто сесть и полазить, понажимать на кнопочки. Но если вы опять решите, что тему коды надо продолжить, окей. Голосуйте лайками и комментариями. А еще подписывайтесь на наш канал, ну и любите друг друга.